Всем привет, мои хорошие! С вами Эка Емеля и сегодня у нас с вами пельмешки. И, к сожалению, это последние пельмешки, которые есть у меня в морозилке. Мамочки тоже нету, покупные. Я уже разучилась кушать, поэтому не знаю, как будет дальше. Что будет с нашей судьбой с пельмешками. В прошлый раз, когда я кушала пельмешки, я столько просто сырного соуса прям вот так вот налила, что это невозможно было есть. Просто получилось, что я даже не доела именно из-за того, что было противно. Так много было соуса. В этот раз я решила такие ошибки не допускать. И как вы думаете, что я сделала с пельмешками, которые были в этом соусе? Конечно же, я их съела. Я вообще не люблю, когда люди выбрасывают продукты. У меня очень редко бывает, что какой-либо продукт просто так выбрасывается, потому что он испортился. И это не потому, что мне жалко потраченные деньги. А просто, наверное, нас с детства приучили, что выбрасывать еду это грех. Я на самом деле считаю, что это грех. Почему-то, например, какое-то платье, которое я купила, ни разу не носила. Не знаю, я спокойно могу его выбросить. Но что касается еды, меня просто очень сильно мучает совесть. Я стараюсь всю доедать. Может, это не очень хорошо по отношению к моему организму. Но я все-таки признаюсь, я так делаю. Всегда все доедаю. Либо готовлю мало, сколько съем сама. Я была в шоке, когда я пришла в гости к Шелли. У нее там в холодильнике несъеденная клубника испортилась. Причем в такой период, когда клубника стоила ужасно дорого. Я говорю, ты чего, подруга? Элементарно я заказывала один раз по-моему, сто суши-роллов или восемьдесят. Я понимала, что я столько не съем, а дома, кроме меня, никто не ест. И я прежде, чем их заказать, я позвонила двоюродному брату. Сказала, что, слушай, у меня здесь будут роллы, вы не хотите. Я сразу и хотела куда-то пристроить, потом уже заказать. Дело не в деньгах, просто нельзя так делать, мне кажется. Заляпалась уже. Вчера со мной произошла очень странная ситуация. Я хочу спросить у вас совета. Так получилось, что бабушка мне предлагала деньги, потому что бабушке всегда жалко меня. Она говорит, что вот, ты работаешь, целыми днями за компьютером и так далее, обеспечиваешь всех нас, вот тебе моя пенсия, потрать ее на продукты или на еще что-то. Я стараюсь у нее пенсию не брать. Пусть копит себе. Я не взяла у нее деньги. Она мне предложила еще раз. Мы сейчас с бабушкой вдвоем. Я опять же не взяла. Проходит где-то, наверное, 5-7 часов. Я вижу у себя в кошельке 70 монат. Это где-то 50 долларов лишних. Я сразу подхожу к бабушке и говорю, зачем ты мне положила в кошелек? Она говорит, я клянусь, это не я. То есть она такой человек, она просто так не будет клясться. Но с другой стороны, я не понимаю, откуда они могли появиться у меня в кошельке. Я думаю, что у меня какие-то провалы в памяти. Я неправильно рассчитываю. Не знаю. Одно дело пропали деньги, а другое дело появились. Вот это очень странно. Я прям вчерашний день, помню, вчера, да, это было. Вчерашний день, целый день думала, откуда у меня появились эти деньги. Не знаю. Другой бы человек сказал, вы появились, и слава богу, да ладно, и забил. Мне реально интересно, может быть, у меня с памятью какие-то проблемы. Потому что такое не впервые у меня. Было такое, что Фатя должна была бы мне дать 60 монат. Где-то 45 долларов. Прошло немножко времени. Я смотрю, у меня в кошельке мало денег. А у меня в памяти сложилось, что она мне дала эти деньги. Потом я спрашиваю у Фати. Фати, говорю, я, кажется, деньги потеряла. И она потом мне сказала, кажется, я тебе, говорит, не дала. Ну, вот такой вот момент. После того, как я нашла деньги у себя в кошельке, бабушка уже больше не предлагает мне деньги. Тут такой замкнутый круг. И Фатя мне сказала, что лучше пей рыбий жир. Он помогает восстановить память. Это очень полезно. Пишите в комментариях, что лучше пить для восстановления памяти и так далее. Просто ситуация абсурд, можно так сказать. В кошельке деньги. Спрашиваю у бабушки. Бабушка клянется, божится, что нет. Бабушка говорит, если бы я положила, я бы тебе сказала, что здесь такого-то. Я думаю, на самом деле, если бы я положила, она бы мне сказала. Какие вкусные пельмешки. Вот что я буду делать, когда они закончатся. Хотя они закончились. Осталось буквально, по-моему, два грузинских хингаля и четыре манты. И все, представляете, капут нам с вами. Надо экономно есть. Я вам внизу оставлю ссылочку на идеальный рецепт теста для пельмешек. Очень просто и получается вот так вот классно. Они не разваливаются, даже если вы варите их прям долго. Заглядывайте. Наверное, скорее всего, мне самой придется не пить пельмешки. Вчера я заснула с открытым балконом. И ночью я проснулась от того, что я просто дрожу от холода. закрыла балкон, легла спать. Вообще, я даже гриппом сейчас боюсь заболеть, потому что, не дай бог, у меня будет хоть немножко температура. Мне кажется, это поднимется такая паника. Меня отправят ко всем этим, кто болеет коронавирусом. И там я точно заражусь. Сейчас прикол смотрела. Человека сбила машина. Подходит врач и такой говорит, он умер от коронавируса. Поэтому надо себя беречь как никогда. И у меня еще очень слабый организм в том плане, что вот любая болезнь у всех проходит нормально. У меня всегда с осложнениями, всегда с проблемами. Поэтому как-то так. Раньше мне очень нравились покупные вот эти пельмешечки. Потому что мама нарезала лук ножиком. И перемешивала с мясом, делала пельмешечки. Мне не нравится, когда кушаешь пельмешки, вот такой вот хруст этого лука. Вкуснотища просто. Чай. У меня здесь чай, представляете? Я вообще решила, что я больше не буду пить воду из холодильника. Вот, потому что уже побаливает горло. Вот. Надо быть аккуратно. Сидела, думала, что же можно снять для Айкука. Мама еще скоро не приедет. Как минимум еще месяц она там. И вы знаете, мне очень не нравится вот эта критика на Айкуке. Я боюсь что-то снять, что вам не понравится, потому что люди начинают писать, ой, Цезарь не так готовится, а ты сделала неправильно. Но мне кажется, если все рецепты будут идентичные, одинаковые, тогда зачем снимать вообще? Если есть уже на Ютубе идеальный рецепт Цезаря, зачем я буду его копировать? Я в начале видео сказала, что я готовлю его так, как я люблю. То есть это не рецепт от шеф-повара какого-то супер-крутого ресторана. Это рецепт от Айки, который снимает мукбанки. Так что учитывайте. И не ругайтесь. Когда я читаю подобные комментарии, я потом жутко волнуюсь, когда снимаю для вас видео для Айкука. У меня все. Например, я что-то неправильно нарезала. Я думаю, вот сейчас напишут. Не знаю, почему там на моем основном канале. Как такого негатива нету. А вот на Айкуке почему-то меня не любят. Вчера, например, бабушке приготовила такой супчик. Ей понравился. По идее, могла бы такой же снять и выложить. Но не стала. Почему? Потому что очкуешь. Мой вам совет. Когда будете кушать пельмешки, не надо вот так вот сверху майонезом или каким-то соусом. вот так вот идеально просто. Я так много пью воды. И вот часто меня спрашивают, твой секрет, куда бы. Мне кажется, может быть, это все-таки заключается в том, что я пью очень много. Потому что я ем реально очень много. Вы знаете, что в день иногда у меня выходит три мукбанка. Но я не нажираюсь. Вот я не заставляю себя. Потому что подписчики у меня тоже такие. Они не любят смотреть на человека, который прям впихивает в себя еду. Прям через не хочу. Это тоже как-то неприятно. Мне кажется, мои подписчики это люди, которые зашли поболтать, не знаю, покушать. Они просто, знаете, ужаснутся, как она впихнула в себя столько и как она будет после этого видео. В общем, на этом все. Если вы продолжаете кушать, то приятного вам аппетита. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам не трудно, нажмите подписаться на мой канал и поставьте лайк. Всем желаю удачного дня. Пока.